Алексей, спасибо за то, что приняли мое приглашение. Я хочу напомнить нашим зрителям, что вы работали на Чернобыльской станции с июня 1982 года. У вас тогда должность была старший инженер управления 4-го блока. Конечно, я не могу избегнуть первый вопрос. Как вы оцениваете чернобыльские серии канала HBO? Очень короткий ответ, конечно. Или как хотите ответить? Если коротко, то в целом впечатление позитивное, потому что в фильме очень хорошо передается глобальность масштабных событий Чернобыля. Передается эмоциональное напряжение, которое тогда царь и Мила была в круг Чернобыль внутри. Но много чего мне понравилось. То, как показаны реальные люди, что именно оставлены настоящие персонажи фильма. Но характеры искажены очень сильно. Не формированы у этих людей, не соответствуют действительности. То есть, факты, скажем так, не очень преувеличены, но характеры персонажей нехорошо представлены в этом фильме. Насчет фактов я бы так не сказал, что у меня есть очень много искаженных фактов и откровенно фальшивых, лживых моментов, которые в абсолютном соответствии действительности. Но в целом общая картина впечатления Чернобыля передается очень классно, очень хорошо и очень качественно. А что касается деталей, то есть много вопросов, много неточностей и ошибок. Тогда он объяснил, что Чернобыльский реактор был более ненадежный и хуже, чем вода водяных реакторов, потому что он был взят с военной промышленности для производства плутония для военных целей. Точные слова Рыжкова, он значительно хуже. Как вы думаете, было ли это известно советским властям и почему они все-таки тогда устанавливали эти реакторы? Я думаю, что было 5 или 6 на территории всего Советского Союза. Было больше на территории Советского Союза в России. Теперь на весь ход продолжают работать такие реакторы, расстановлены все в Украине и в Литве. В России они продолжают работать. Власти, проектировщики, конструкторы, чиновники знали, что эти реакторы имеют существенные изъяны, проектные изъяны, но продолжали работать. А почему их строили? По одной простой причине. Были большие убийства связь? Связь перервалась. По одной основной причине вы сказали? Связь перервалась над тем, что вы говорили одной основной причиной устанавливать эти реакторы. Можете повторить? Извиняюсь. В Советском Союзе были большие амбиции относительно развития атомной энергетики. Для этого нужно было использовать реакторы, которые принято использовать в мире такого типа. Это корпусные реакторы, водо-водяные. Можно изготавливать корпуса, мощные корпуса, это бочка, грубо говоря, с толстыми стенами. 15 сантиметров или больше. В Советском Союзе такое оборудование мог делать только один завод, и жесткий завод в Ленинграде. Потом построили атоммаж в Ростовской области, и там оказались проблемы с фундаментами, с грунтами, поплыли фундаменты. Завод не смог работать на эту мощность, как предполагалось. Использовали еще мощность в Чехословакии, в Шкоде. Шкода тоже делала такие корпуса. Всего этого было мало. А реакторы чернобыльского хита бескорпусные. Вот в этом их преимущество. Одно из преимуществ. Не нужен корпус. Он собирается из множества каналов, из множества труб, которые загружаются в ядерное топливо. И реактор работает. Для нейтронного облака не нужен, собственно говоря, корпус. Он множество каналов тоже пронизывает это облако нейтроновое. И физика реактора остается, скажем так, нееспособной. Особенность этих реакторов в том, что кроме ворги и топлива, и металла, и стали разных, используется графит в качестве замедлительного нейтрона. Ну, не будет физик удаляться, но углубляться. Вот это наличие графита, оно сыграло, собственно говоря, злую роль в этих реакторах. В этих реакторах появился такой эффект, очень существенный, изъян. При потере в реакторах вода является замедлительным нейтроном, то есть способствующийся к реакции. И в случае пропажи воды, потери воды, реакция прекращается, потому что потеряется в реакторах чердонгольского типа. Даже без воды роль замедлительных сил выполняет графит, реакция продолжается, более того, становится более интенсивной. Извиняюсь, мой вопрос был связан более с тем, имеют ли отношение то, что производство плутония в этих реакторах, имеют ли отношение к производству ядриного оружия в то время, когда гонка въоружений была очень сильная? Да, прототипами реакторов чердонгольского типа являются реакторы, которые используются для работы на оружейных материалах, то есть начинки, ядрином, атомных бомб. Понимаю. Но в этих реакторах, хотя там происходило образование, накопление плутоний по мере работы, этот плутоний из реактора Чернобыльского типа, ни в Украине, ни в Литве, ни в России, никогда не извлекался. Это легенда, что реакторы использовали для работы топлива. Он там образовывался, но он там-то и остался в отработанном топливе. На Чернобыльской области все отработанное топливо содержится на фронте площадки атомной станции. Она никуда не вылазилась, она не остается. Понимаю. Уже никто не отрицает то, что тогда проводился какой-то эксперимент. Я, конечно, не могу объяснить, в чем сущность этого эксперимента, но думаю, что важный вопрос состоится в том, кто заказал эксперимент. Говорят очень часто об эксперименте, на самом деле это был не эксперимент, а испытание новой проектной системы безопасности, которая должна была улучшить безопасность чернобыльских реакторов такого типа. Суть этих испытаний, точнее суть этой системы новой, очень простая. Ну, чтобы понять суть новой безопасности, я коротко скажу о принципе работы атомной станции. Да. Точно так же, как и на любой электростанции, вырабатывается пар, пар подается на лопатки турбины, под давлением турбина из этого крутится, крутит генератор, генератор дает ток. Понимаю. В обычной станции в качестве вода, пар получается из-за горения угля или газа, на атомной станции из-за нагрева ядерного топлива. В атомной станции образуется пар. Понимаю. Что придумали проекты конструкторов, что суть новой системы безопасности. Они решили, вот вдруг наступает ситуация, когда электростанция теряет электроснабжение, а ей электроснабжение нужно постоянно. Как минимум для того, поработали насосы, которые охлаждают ряд. Вот вдруг ситуация такая, что оборвались провода, ураган, не знаю что, и станция осталась без электричества. А реакторы нужно охватать, потому что нельзя моментально остановить. Они продолжают выделять текло. Вот, когда крутится турбина вместе с генератором, то происходит по скорости 3000 оборотов в минуту. Вес, вот те, которые вращаются, составляет 120 тонн. И если вдруг реактор останавливается, и подача пара прекращается, то эти 120 тонн по инерции будут крутиться еще несколько минут. Да. Суть новости заключалась в том, что в случае, когда пропадает электроснабжение, а турбина с генератором по инерции еще крутится несколько минут, давайте не отключать генератор, пусть вот по инерции вырабатывается электричество, мы это электричество возьмем, подадим на насосы, которые обеспечивают охлаждение реактора. Эта система была спроектирована, смонтирована, но еще ни разу не испытана. Понимаю. Вот мы решили испытать. Понимаю. И во время испытаний произошла авария. Да, но сами по себе испытания не являются причиной, и отношения прямого к вырыву реактора не имеют. Просто именно во время этих испытаний, тяжелая ситуация, когда проектные изъяны, проектные дефекты реактора, просто совпало. Извиняюсь, когда проектные испытания реактора перерывала связь, можете повторить последние слова ваши? Испытания этой системы не имеют тревогого отношения к другому реактору. Понимаю. Вопрос сказал Павел, что реактор оказался в том состоянии, когда его проектные дефекты выжили боком. Только просто совпало, если с этим не поступали. Но это могло быть и в другом ситуации. Следующий вопрос. В Украине в течение последних годов рассекречены много документов тогдашнего КГБ. Все эти документы показывают, что режим в Советском Союзе скривал или пытался скрыть катастрофические масштабы аварии. Как вы думаете, почему это произошло и какой ваш комментарий об этих фактах? В секретности вокруг Чернобыля это вообще отдельная большая тема. Секретность была до аварии, время аварии и после аварии. Да. До аварии. Вот за три года до аварии были уже известны те недостатки в проекте, которые стали причиной зверя. Главный недостаток в проекте реактора состоял в том, что в некоторых ситуациях нажатие красной кнопки остановки реактора АЗ-5 нажатие этой кнопки не останавливает реактор, а приводит к его разгону вплоть до древа, что и случилось. Это было известно, что такое может быть с 1983 года. Это явление было обнаружено во время плановых измерений на реакторах в ЛИПе на 1-1-1-1. Но это было засекречено. Из инструкции для операторов изменения не были внесены. И операторы продолжали работать там, где-то реактор как-то и оставался. Мы потом не считали, он был бы. Понимаю. Ну, тем временем тем временем тем временем проектанты пытались устроить этот бюджет, но не успели. Во время аварии было тоже секретно, что запрещалось сообщать о масштабах аварии, о действиях, о выбросах. Я в 1980 году подписывал бумагу из КГБ о неразглашении сведений в Чернобыле. Перечень запретных тем состоял из трех страниц. И в первом пункте мне запрещалось рассказывать о истинных причинах Чернобыльской катастрофы. То есть, проще говоря, нельзя было рассказывать, что реактор взорвался при попытке его остановить в разно. Понимаю. Понимаю. Далее. Я читал много документа в МАГАТЕ, например. В одном из етих декладов сказано, я вам прочитаю, что написано там, сначала бъла тенденция възлагать всю вино на оператора за проведение опасного експеримента. Ето цитата. И за безразсудно игнорирование требовани безопасности. Более поздни анализи, как правило, приписавай от бедствия так же фундаментальным дефектам конструкции станции. На более глубокам уровня сама советска система тоже должна нести ответственности. Атсутствие елементарна изабота ядрена безопасности стало очевидным в многих операциях и инцидентах. Кънец цитата. Вот май въпрос. Почему советски режим игнорировал, неочитавал требования безопасности МАГАТЕ? В то время. Я не совсем с этим согласен. Я долго тоже считал, что одной из причин является именно советский режим и отношение советское к проблемам безопасности. После Фукусима я изменил свое мнение. На самом деле беспечность, беспечное отношение к важным вопросам, к вопросам безопасности, оно свойственное было не только советским строителям. Оно проявилось и в Японии. В Японии та же причина. Плохой проект атомной станции, который не соответствует тем условиям, той местности, где располагалась атомной станции. По большому счету в Теремай-Алленд, товаре 70-го года в Соединенных Штатах, тоже плохой проект. конструкция клапана, из-за которого еще вышла, тоже была не очень удачная. Но можно говорить о том, что это недостаточно ответственное отношение проектировщиков с хором в Соединенных Штатах. Понимаю. Там была проблема с индикацией положения такого проекта. И может быть последний вопрос. Как ядерный скажем эксперт вы согласны с тем, что мне кажется, что в средствах массовой информации появляются такие сравнения между масштабами и причинами Фукушима в Японии, Тримайл Айланд в Соединенных Штатах Америки и Чернобиля. Можем искать паралелы, делат паралелы или абсолютно неправильно сравнивать три аварии? Ну, по масштабам Тримайл Айланд конечно значительно меньше, чем Фукушима и Чернобыль. Фукушима просто меньше, чем Чернобыль. Незначительно, но она сопоставима, но меньше по масштабам, чем Чернобыль. Есть в МАГАТе такая шкала международная шкала инцидентов и НЕС Интернешнл не поможет как точно как шкала ядерных событий. есть шкала, знаю, это известно. Да, если Чернобыль относится к седьмому уровню, то Фукушима относится к пятому уровню. Даже ничего страшного. То есть Чернобыль гораздо серьезнее, серьезнее, масштабнее, чем Фукушима. Седьмой уровень это самый плохой максимальный уровень в этой шкале. Чернобыль это сопоставили аварии, их можно сравнивать и по причине, как я сказал, и там, и там, по большому счету, походят отношения, нестируют от действенности, неудачный проект. Понимаю. Это маканчиваем. Как вы думаете, правильно ли делать сравнение между атомными бомбами над Японией и такими инцидентами? В политическом смысле вопроса, конечно, спрашиваю. Думаю, что не очень корректно сравнивать, потому что бомба это намерено, действие явно намерено, авария в Косуме или там Чернобыль, ядерной это человеческий фактор, но это все же непреднамеренное действие, непреднамеренное действие людей. Но что касается физической природы, процесса, скажем, Чернобыль, атомная бомба, Чернобыль, я убежден в отношении к тем социалистам, которые считают, что там произошел в ядерный взрыв. Это не взрыв ядерной бомбы, но это ядерные дыры. В отличие в том, что в ядерной бомбе имеется прочная оболочка, которая какое-то время выдерживает те процессы, которые у нее происходят, реакция нарастающая. В конце концов, она не выдерживает, разрывается, образуется ударная волна, вспышка, все эти поражающие эффекты, которые свойственные атомные бомбы. В Чернобыле не было такой оболочки, не было даже корпуса реактора. Когда образовалась фактическая масса, пошла неправильная реакция, пиковая, ларенообразная, произошел ядерный взрыв по своей природе, но этот взрыв он же и разбросал эту фактическую массу и тем самым остановил сам себя. Поэтому масштабы не такие страшные, но по сути, по физической сути, процессы не и тоже. Это большое выделение энергии в результате в ларенообразной технологии. Это и седерный взрыв. И все топливо из четвертого реактора было выброшено или осталось какое-то количество в этом саркофаге сейчас? В первое время по этому поводу было много разных оценок. В основном диаметра противоположной оценки. Сейчас забыли и не говорят. Те, кто занимался загрязненными территориями, измерял уровень загрязнения, они посчитали сколько выпало на загрязненной территории. По их оценкам получалось, что из реактора вылетело больше 95% начинки реактора. А в реакторе почти ничего не осталось. Понимаю. Те, кто занимался саркофагом, считают, что из реактора вылетело 5-10% и все осталось в реакторе. Это на самом деле до сих пор исследовать все топлива, которое находится в реакторе. И в реакторе находится пока еще невозможно. Поэтому точно оценок нет. Понимаю. Большое спасибо вам. Огромное спасибо за то, что согласились на этот разговор. Мы все вопросы обсудили. Желаю вам здоровья и успехов. Я знаю, что вы сейчас искусством занимаетесь. Правильно? Да, я люблю живопись. Да. Ну, желаю вам творческих успехов. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо за интерес. Спасибо. Удачи вашим зрителям. Спасибо. Вам тоже.